Друзья, советую подписаться на канал моего друга Workout Russia. Также на канале вы найдете интересный челлендж, который называется «Успеть до Нового Года» как раз для тех, кто хочет бросить себе вызов и завершить год на позитиве. Все ссылки в описании, подписывайтесь. Успеть до Нового Года! Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о жиме 100 на 100. Здорово! Здорово! Своевременно. Говорим, мы сказали. Да, 100 на 100 между Шреддером и Игорем Войтенко. Почему Игорь вообще пожал, как так произошло вообще, химик он или нет. И также поговорим о Майке. У меня сегодня голос плохой, короче. Вчера его вообще не было, поэтому поехали. Ну давай, Санюк, расскажи, с чего все началось? Ну да, самое главное, ребят, наверняка большинство из вас знает, что произошла ситуация. Выпустили видео Игоря Войтенко совместно с Алексеем Столяровым, где они жали 100 кг на 100 раз. Через какое-то время после этого пошли ролики от Сукухотского Юрия и также от Алексея Шреддера о том, что это все постановка, что это либо снималось несколько дней, либо была использована фармакология, то есть как-то было сделано, и это был обман. Что невозможно при такой кондиции, как у Игоря Войтенко, пожать 100 кг на 100 раз. Всего лишь за 20 минут с первыми в 2 минуты. Как бы с этого все и началось. Да, и если честно, мы сами не верили, что он 100 на 100 пожмет, потому что, учитывая, что я где-то 70 кг вешу примерно, я сотку даже на раз не могу пожать. Да, много народу высказывалось, и Стероид Мэн высказывался, и Шреддер, и Юга, и все подряд там, и Сырники эти, короче, дофига народу по этому высказывалось, и как все прошло. В общем, приехали ребята, до последнего момента никто не знал, где это проходит, потому что я смотрел Стероид Мэн, а он приехал, я не помню, как назывался зал. В общем, приехал. Как все происходило? Одна скамья там жал Шреддер, 120 кг, на другой скамье Юга вместе с Войтенко жали. В общем, в чем ошибка была Юги, почему он не пожал на 100 кг? Юга начал сразу двадцатку бомбить, то есть он взял там 100 кг, 10 сделал, 10 сделал. Почему, пожалуй, Войтенко? Войтенко все распланировал. Он строго начал 100 кг, по 5 раз, по 6 делал, и в конце выжил 6 повторений со 100 кг. То есть он молодец, это плане все четко распланировал. Но, так как наш великий любитель сырников, тазо-сырников, Шреддер, ошибся, да, он начал говорить о том, что это все на стероидах, но потом пришла ему новая идея со стероидами. Ну как парень, 78 кг на стероидах, ну это смешно. Это полнейший бред, но пришла новая идея про то, что у него была там жимовая майка, хотя Игорь даже мост не делал, ну про это расскажет Артурик. Да, то есть смотри, что такое жимовая майка. Жимовая майка вообще, это такая очень сильно обтягивающая майка, которая состоит из таких, как бы, скажем, труб. То есть у вас руки будут вот так, вы как зомби будете ходить. Мы видели, Игорь спокойно за спину руки ложил и так далее. Но в этой майке вы будете ходить вот так. Эта майка создана для того, чтобы когда вы жмете, то у вас руки потом обратно, инерции возвращаются за этой майки. То есть она растягивает, да, и обратно ее ваши руки выталкивает. То есть она помогает вам жать. У Игоря был обычный рашгард, да, называется так вроде бы. Да, рашгард вот это. То есть эта майка, которая эластичная, но она, блин, она вам никак не поможет жать. Даже как Шредер сказал, что пускай их не одета. Даже 5-10. Да, это не поможет. Ну может быть это даст какой-то. Я могу даже согласиться со Шредером. Какой-то там прирост может быть 2 повторения. Но если у тебя силы нету, ты не пожмешь это рейдинг. Да, это просто нереально. То есть почему Игорь пожал? Он пожал, потому что он отжимается постоянно. Я думаю, он каждый день отжимается дополнительным весом, там по 60 килограмм на спине. У него выносливость просто максимальная. Ну и естественно, возможно, какая-то природная, да, такая выносливость в мышцах, что не особо сильно закисляется. Возможно, тоже можем такое предположить. Ну это за счет длинных тренировок. То есть да, и смотрите, третье, он в каждом подходе не делал на максимум. Он же ум, он довольно умный, он узнает, что короче, если сделать на максимум подход, то у тебя произойдет закисление. Он не делал на максимум, он делал с запасом. И каждый раз он делал с запасом. А как Юрий сделал, он просто начал сжать, десятку сразу же, десятку сразу же, и у него закислились мышцы, и он на 50-м или каком-то вздох. Ну что, опять же, да, извините, что перевел, Игорь, я хотел сказать о том, что Юрий говорил в своих видео о том, что он жмет 100 килограмм на 28 раз или там на 26 раз. Да, но суть в том, что если ты делаешь 10, ну если твой максимум 100 килограмм на 20 раз и более, то как можно закислиться за 10 повторений? Вот это, я честно говоря, лично мое мнение, я этого не понял вообще, то есть, и что он, он хотел делать получается так же, как и Войтенко, Игорь. Надо учитывать, что у него травма еще была на руке. Ну да. У него там травма плечо в плече и в кисти. Ну, не кисть-то закислилась. Ну да. В этом вся и суть, как бы, одно дело, если бы у него во время какого-то из подходов отказала кисть, я бы это понял. Да все фигня это, все, да, это оправдание Югья, то, что он не пожал, оправдание Шрайдера, то, что он ошибся, он же до этого, я великий Шрайдер, я каждого вижу, кто может. А тут он, получается, ошибся, ему тяжело признать свою ошибку, он там уже и тесты на гормоны давай там, и майка, рашгард обычный, он никак, да, пускай он на тебя обсягивает, Но, когда ты отводишь руки назад, здесь резинка настолько маленькая, она тебе не поможет никак выжить. И тем более 100 килограмм, это не такой большой вес, я помню 80 килограмм, 100 килограмм жал там, наверное, раз на 15, это не такой большой вес, если ты тренировался, это я не тренировался, то есть жал там раз в месяц, раз в два месяца, это жим лежа делал, и только бы у меня жим был там на 15 раз в 100, но это не такой большой вес, я скажу, Если ты занимаешься постоянно с весами тяжелыми, если ты занимаешься на турниках, то да, для тебя это тяжелый вес. Вот, что еще? Что еще, ребята, давайте, добавляйте. Ну, собственно, смотрите, если тренировать выносливость, да, как Игорь делает, отжимается там с дополнительным весом, с портфелем, да, накидывает туда гири, гантели, либо что-нибудь, не знаю, и отжимается с этим, то вполне возможно пожать это у нас то. Да, конечно, я тоже в этом, я сначала первое время не мог поверить, я все время думал, что пожмет он или нет. И были такие мысли, особенно после просмотра видео от Юрия и от Шреддера о том, что, скорее всего, там будет какие-то... Вот, что еще, опять же, мне не понравилось. Еще до того, как Игорь зашел на один из стримов Юрия и сказал так, что да, ребят, я приду к вам, я пожму, он все подтвердил. И после этого посыпались такой ряд видео о том, что он там сольется, он не придет, он сломает руку, или кто-то из его подписчиков придет, начнет выключать свет, начнет какую-то драку. Вот этого я изначально не понял, это выглядело как просто попытка хайпануть на Игоре и все. И провокация, просто как бы своего оппонента закидать, грубо говоря. Что мне еще не понравилось, Шреддер настолько тщеславный, настолько вот мне такое мнение о нем сейчас плохое становится, что о том, он уже рассказывал, когда я вышел из зала, когда уже прошла вся эта фигня, да, я признал, что я проиграл там, то, что я все-таки смог пожать. Он вышел из зала, ему там пишут подписчики, мол, у Игоря там было одето что-то под низом. В этот момент он возвращается в зал, и как он рассказывает, я позвал Игоря к себе, он ко мне подъезжал. И раздел его. Я ему говорю, раздеваясь, он разделся. Вот так и сяк, я такой крутой. Я подошел, дернул его за этот рашгард. Он такой плотный был. Такой конченный, он просто этот Шреддер, я не знаю. Знаешь, что еще было самое некрасивое, вот что мне лично не понравилось, потому что я смотрел это все в онлайне, и в тот момент, когда Игорь сделал 100 повторений, Шреддер вместо того, чтобы даже банально просто поздравить по-человечески, то, что ты молодец, ты сделал, или хотя бы просто промолчать, он первой же фразой вставил, а сейчас пошли сдавать анализы, или что-то начал про анализы говорить. То есть это уже изначально по-человечески некрасиво. Это неуважительно вообще. Да это просто слабый человек, который не умеет признавать свои ошибки. Да, он ошибся, да, пускай он там на гармонии роста, на тестики, он жмет там 120 на 100, на 100 повторений он смог поздравить. В этом плане, да, он молодец, что он смог, но он настолько слабый морально, что он не смог признать свою ошибку. Для меня вообще уважение к Шреддеру полностью упало. Просто по-мужски это было некрасиво, из-за начала. Это по-человечески, да, некрасиво. Просто, то есть вот, чем мне очень понравился Игорь, от чего у меня к нему больше уважения, я не могу сказать, натурал он вам или нет, это даже не имеет значения. Он зашел на стрим, он всего лишь один раз сказал, да, я приду, и сколько бы его не закидывали, не говорили какие-то плохие провокации, он пришел и сделал. Мужик сказал, мужик сделал. Он не говорил, он никого не закидывал, он не делал тысячу видео про своих оппонентов, о том, что они ему будут мешать, что они будут там что-то говорить, не пытался от некиться. Он сказал, я приду, пришел и сделал. А Шреддер, как баба, пытается, короче, все время, даже если проиграл, пытается как-то выгрузиться и оказаться в тузах. Да, Шреддер и Юга, это два таких смешных персонажа. Один методики продает, хотя сам выглядит как кусок не очень красивого. Шреддер, пускай, да, он, конечно, был, я думал, что он более наполненный. На видосе я увидел, он, да, он сухой, но он не наполненный, как бы, да. Я вижу, что человек сидит плотно на гармонии роста, скорее всего, потому что, судя по всем фоткам с этими шишками, это гармон роста. Ну и, скорее всего, он еще добавляет тест, какой-нибудь там быстродействующий, пропианат, возможно, как бы, вот у меня такое мнение о нем складывается. Да, он молодец, силовые у него неплохие, мне пофиг, на чем он занимается. Единственное, что мне не нравится в нем, что он обманывает, и что он настолько морально слабый, что не смог признать свою ошибку. Юга, ну, Юга, он просто смешной, как бы, блин. Ну да, у Юрия тоже было целый ряд видео он выпустил даже потом о том, что я никого не закидывал, я только помогаю. Вот в каждом видосе я тоже не могу. Ну, об этом Стероид Мэна говорил, что... Типа, я помогаю, я его продвигаю. Так, а что об этом говорить? У Юги, да, Стероид Мэна сказал, что у него будут две стороны медали, что он сначала, он всегда так, сначала и за одну, и за другую сторону. Если он проигрывает, он сразу, ну, я же говорил, видите, я великий Югий. Как бы у него, получается, нет своего мнения, он просто старается на двух стульях усидеть, и тот стул, который крепче, он просто на нем остается. То есть это тоже такая достаточно слабая позиция, но это его личное дело, опять же. Два смешных персонажей. Игорь, молодец, мы тебя поздравляем, ты красавчик. Да, на самом деле. Молодец. Продолжай тренировать. Самое главное, то, что по-мужски сделал очень правильно. То есть пришел, не было тысячи видео, ты как сказал, так и сделал все, без вопросов. Всем спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь на наши инстаграмы, подписывайтесь на канал. Все, да. Если вам понравилось видео, поставьте лайк обязательно. Да, если хотите, чтобы мы опять собрали коллегию, и сняли какое-то наше мнение о чем-то, просто напишите в комментариях. Пишите в комментариях тему, мы соберемся, снимем, вам будет приятно, нам тоже. Пока! Пишите в комментариях. Ты на меня голосовал. Субтитры сделал DimaTorzok